Всем привет, дорогие друзья! Я Камиль Нургалиев, приветствую вас на канале Шинный Эксперт. Сегодня вновь говорим о грузовых шинах. У нас в студии 4 замечательные шины 385, 65, 22,5. Шины прицепные, поговорим о них. Они, как никакие другие, влияют на бюджет транспортной компании, поскольку на автопоезде их 6 шин, это половина шин автопоезда. Что ж, поговорим о тех характеристиках, которые вы сами можете померить, посмотреть, пощупать, понюхать и убедиться, и выбрать себе что-то из вот этого представленного набора. Все шины замечательные, проверенные. Две шины отечественные, это кардиант Кама и две из дружеских стран. Это Black Hawk и Fortune. Что мы здесь имеем? Кардиант ТР-1, это шина с шестью ребрами протектора, Кама НТ-202 и Black Hawk BTR-60 и Fortune FTH-135, это шины с пятью ребрами, ну и соответственно с четырьмя канавками с пятью канавками. У кардиан-то и есть ТР-2, просто ну, как-нибудь в другой раз посмотрим ее. Сейчас у нас под рукой вот такая модель. Что важно в прицепных шинах? Ну, конечно же, в первую очередь нам важно посмотреть объем протектора, массу, мы их взвесили, посмотреть, насколько, скажем так, шина защищена от камней. И да, нужно сделать одну ремарку. Black Hawk BTR-60 у нас универсалка, то есть шина, которая может ставиться и на руль. Все остальные чисто прицепные шины. Black Hawk универсалка, здесь есть некоторые элементы, которые необходимы для рулевых шин. Но об этом мы сегодня говорить не будем, просто такая ремарочка. Итак, что ж показали наши знаменитые весы? Итак, кардиант. Кардиант, масса кардианта получилась на 73,3 килограмма. Кама получилась 70,5 килограмм. Black Hawk получился 79 килограмм. А я вам скажу, что все с индексом 160, то есть 4,5 тонны машины, 9 тонн на ось. Ну, 79 килограмм. И Fortune 73,1 килограмма. Плюс-минус все одинаковые, но вот Black Hawk выделяется на этом фоне. Теперь про протектор поговорим. Глубина протектора у кардианта 15,2 миллиметра. У Камы 15,2 миллиметра. У Fortune 15,2 миллиметра. Меня не заело, так получилось. И 15 миллиметров у Black Hawk. Вот такая вот интересная история. 15,2, 15,2, 15,2, 15. Ну, 15,0, да, то есть очень близкие три шины с идентичной практически глубиной протектора. Ну, так получилось. Вот, если говорить уже по ширине, по второму критерию, который, скажем, определяет количество резины, то у кардианта ширина протектора, именно беговой дорожной, ширина протектора от плеча к плечу 294 миллиметра. У Камы 297 миллиметров. У Black Hawk 310 миллиметров. И у Fortune FTA 135 318 миллиметров. То есть это получается у нас рекордсмен 318 миллиметров. И помножив глубину на ширину, мы получим, что количество, площадь секции протектора у кардианта равна 4469 квадратным миллиметрам. У Камы 4514 миллиметров. У Black Hawk 416 миллиметров. 416 миллиметров, извините, 650 миллиметров. И у Fortune площадь сечения получается 4834 миллиметра. Это у нас рекордсмен по количеству резинной оси. Для прицепной шины это достаточно важный показатель. Прицепные шины имеют наибольший пробег на автопоезде. Это самые ходимые шины. Устанешь ждать, пока они сотрутся. И здесь еще один параметр важный на самом деле. Это как шина сопротивляется камням. Потому что протектор может иметь какое угодно, но сопротивление камням это важный момент. Потому что иначе на довольно большом ресурсе можно распрощаться с шиной из-за того, что камень ее пробил. И началось от разрушения брекерного пакета, ржавления со всеми неприятными последствиями. Итак, у кардианта все пять канавок защищены очень интересной системой. Такую мы видели в рулевых шинах кардианта. Это стенки формируют такую фигуру, которая действительно фигура. И там камню тяжело застрять. Называется эта технология Stone Core у кардианта. И она достаточно эффективно работает, защищает все канавки. У Камы есть некая система, скажем, тоже таких ярусов и изгибов, которая, думаю, что будет эту канавку защищать от камня. Шина достаточно свежая. Лично для меня это шина, которую я не так часто встречал, может быть, в полях, как и НТ-201. Но у Камы это шина с самым большим количеством резиновой смеси. Я уже все померил для вас и проверил. Но здесь тоже есть некий дизайн, который позволяет, насколько я вижу, выкинуть камушек, который, поимеет наглость, застрять в этой канавке. Итак, Black Hawk. Здесь у нас система камневыталкивания представлена извилистыми стенками, технология, которая была в свое время использована и Мишленом, и другими производителями. Вот здесь оно выражено вот так. Здесь нет блочных камней выталкивать, но это, скажем, не узкая рулевая шина. Здесь немножко другая физика, и эта система будет работать совершенно нормально. У Fortune достаточно интересная система, которая мне при первом приближении напоминает что-то от Кордианта. Ну, впервые я вот такой вот интересный дизайн стенок канавок увидел на шинах Continental, как ее называют американцы, Diamond, да, Diamond Design. Такой вот дизайн бриллианта. Действительно, стенки здесь сделаны таким образом, чтобы камни отсюда выходили. Насколько эффективно будет работа, проверим. Эти шины у нас стоят на наших машинах и прошли уже 100 плюс тысяч, снимем про них обзор. Итак, что касается, подведем некий итог. Да, сразу скажу, степные свойства здесь не так важны, потому что, ну, скажем так, наверное, это все-таки больше пророкатива рулевых шин и ведущих шин. Здесь, ну, в прицепных шинах очень часто встречаются даже простые рисунки без ламелей, поэтому на эту тему мы здесь разговаривать не будем. Это прицепные шины, даже опустим то, что Blackhawk имеет какие-то там насечки и универсальные. Мы сейчас оцениваем с вами шины для прицепов, полуприцепов. Итак, самое большое количество резин на износ у Fortune. Наиболее защищенные канавки у нас у Cardian Fortune, в принципе, и Blackhawk Scam тоже имеют защиту. Резюмирую, все эти шины достаточно надежные и достаточно, скажем, долговечные будут. Ну, наверное, самое главное в шине должно быть это воздух. 9 атмосфер, как рекомендует производитель. Нужно накачивать, проверять это все периодически. Ну и, конечно же, следить за ходовой частью, следить за тормозами. Тогда все будет хорошо. А вы сами можете посмотреть то, что мы сегодня с вами увидели и принять для себя решение. Со своей стороны могу сказать, все эти шины замечательные и все шины будут достойно работать при должном уходе. На этом наше видео подошло к концу. Подписывайтесь на наши каналы в YouTube, Routube, Telegram и Zen. Всего вам хорошего. До новых встреч, до новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok